Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Встретились, поговорили. Сегодня действительно у нас очень приятная будет встреча. И всегда с огромным удовольствием. Когда вот просто не нужно, мы отключаем освещение, потому что это вот просто энергия, это просто какая-то шаровая молния, которая влетает просто в нашу студию. Режиссер, продюсер Екатерина Ланская. Сегодня похожа на Элтона Джона с этими замечательными потрясающими... Это подарок от него. Ну так, или просто, вот я подумал, просто подошла и унесла с собой частицу его харизмы, его очарование. Да, и также музыкант, исполнитель и актер, артист. Герман Суперфин. Здравствуйте, Герман. Добрый день. Буквально вот на днях мы встречались с Дмитрием Васюковым, режиссером, чей, собственно, показ, вот специальный показ закрытый сериала, пятисерийного «Дом», кстати, продюсером показа как раз вот тоже является Екатерина Ланская. Все как-то совпадает в этой жизни. Буквально вот один персонаж выходит из студии, другой как будто бы связанный какими-то невидимыми нитями попадает сюда. Сегодня мы поговорим и об интереснейшем проекте, который будет соревноваться с фильмом Ивана Дорна, опять-таки, на Каннском кинофестивале. Иван Дорн совсем недавно тоже был в нашей студии. То есть вот как будто бы какой-то вот флеш-рояль у меня вот лежит. Ну, Шекспир же говорил, что самое красивое – это полотно жизни, которое вы ткёте, и как бы вы можете сами создавать узоры на нём. Можно клякса, а можно кружева. Слушайте, цитата просто вот берём, вырезаем и вешаем в студии, как лозунг для всех, кто приходит к нам поговорить о жизни, об искусстве. Вот, может быть, с чего начнём? Потому что тем действительно очень много, и сегодняшний… Мы вот репетировали, когда шли, переходили светофор, у нас было пять минут, потому что прекрасно, что светофор к тебе такой долгий, что можно обсудить, с чего начать. Эбби-роуд просто тут уложился. И на светофоре мы решили, что мы начнём с благодарности тебе. Я уже начинаю покрываться. Потому что не было бы нашего дуэта прекрасного, который сотворил уже много интересных работ, и я надеюсь, что ещё создаст. И не было бы этого всего, если бы ты не поучаствовал, помог, посодействовал в создании картины «Не запрещай себе мечтать», где мы познакомились с Германом у тебя на крыше. Ну, у вас на крыше. Да, он на крыше. Слышит эту крышу. Крыша радиостанции «Болтком». Действительно такая ночь с красивыми видами, и место романтическое, которое облюбовали, где фотографируются, чем многие известные артисты. И спасибо действительно, что выбрали нашу крышу для как раз-таки съёмок, как место локации. И я понимаю, что тоже всё не случайно в этом мире. Да, то есть это вот эти вот кружева жизни, они так красиво плетутся. Это какой-то, как знаешь, внутренний дом. Вот как и картина, которая будет сегодня, премьера. И Герман расскажет про свой альбом, который тоже имеет очень... Тоже название, связанное с домом, да? Да, так получилось. Он расскажет всё подробно. Попозже чуть-чуть. Да, чтобы мы всё так это в кашу не мешали. Да, и это такие интересные переплетения, которые, например, вот мы познакомились на крыше. Я делала пиковую даму, где был герой Герман. И мне казалось, что у меня уже едет моя крыша, потому что когда он просто на Луру... Я его увидела первый раз в жизни. Друзья, нам нужны были пары красивые, и вообще люди красивые. Ты в кадре, ты помнишь, это такой гимн нежности, человечности, вообще жизни, да? Потому что там представлены, по-моему, такие удивительные люди. И когда Герман протянул мне руку и сказал, Герман, я не забуду никогда, как я сказала, настоящий. И он говорит, да, самое что ни на есть, настоящий. И я думаю, всё, у меня уже... Ну, потому что я думала как-то с пиковой дамой, и вот это вот всё у меня уже в голове совсем всё перемешалось. Но дальше история развивалась ещё интереснее, потому что мы пересеклись на какой-то показе, по-моему, или где-то мы увиделись, и когда мы стояли рядом, то это очень забавное зрелище, потому что я очень маленькая, очень высокий. И друзья говорят, ой, вы же как из фильма «Леон», можно снимать продолжение. Ну, на самом деле всё началось. Да, ну вот теперь ты рассказывай. Мы заснали красивая картина, которую вы увидите. И будет выставка. Продолжение ли он, как если бы он переродился, а она выросла? И как называется фильм? То есть, чтобы так было всё понятно. Это будет выставка, и будет она называться «Life is a movie» «Жизнь по кино». То есть, это практически будет фотофантазия такая, да? Ну, которая, может быть, вырастет и в картину. Будут, может быть, желающие, которые тоже захотят перевоплотиться в какие-то образы. А что, на этой выставке можно будет прийти, как… Не на самой выставке, но вообще это такой большой проект «Life is a movie», когда ты можешь прожить жизнь любимых героев. И вот, играя в это, ты уже выходишь из этой истории совсем другим. То есть, поиграв в своих героев. Когда это всё будет? Я уже записываю, когда готовится, когда собирать вот этот… Ну, пока мы сделали только тебе подарок. Мы взяли одну из фотографий выставки и сделали из неё афишу сегодняшнего эфира. Все остальные фотографии в работе. Поэтому мы пока не можем сказать тебе точную дату, но, конечно же, ты будешь первой, кому мы позовём, потому что без тебя бы, опять же, это всё не получилось. Ну, тогда… Вот. Вот ещё один повод для встречи будет, да. То есть, это отматывая, как всё происходило, после съёмок продолжения «Леон 2» или «Лайф из муви» ко мне обратилась Катрина Гупола. Ну, это никак не связано с «Леоном», да. Просто мы были знакомы, мне очень нравится и творчество, и её харизма, исполнение, артистизм. И мы… Перевоплощение, которые очень… Перевоплощение, да. И настолько такие клипы совершенно разные, то есть по стилистике, по настроению. И мы начали думать над тем, как сотворить что-то совершенно удивительное. А я очень люблю мифы, и мы слушали трек «Edit Piaf», и думали, как его показать совершенно… С другой стороны. Да, с нового ракурса. И здесь Герман привнёс удивительную вообще трактовку музыкальную. Расскажи, пожалуйста. Чуть-чуть техно и праздника добавили. И на немецком языке получился рэп. Или не рэп, это речитатив даже. Мы вспомнили, что этот же трек «Lavien Rose» исполняла ещё Марлен Дитрих, и поэтому Катрина поёт на французском, Герман на немецком. Это как такое перекликание поколений культур. Не говоря уже о том, что вообще слияние вот этого французского шансона с техно, оно производит просто взрывное впечатление, даёт какой-то вот новый аромат совершенно этой бессмертной мелодии. Ведь я просто хочу нашим слушателям напомнить, что это написала сама Эдит Пиаф музыку. То есть это не просто она исполнила чужую песню, это вот её родное. И, ну вот, всё уже, один ребёнок родился в виде трека, и мы начали думать, что же на этот гениальный трек можно такое изобразить, чтобы эта картинка была достойна музыки. И так я очень люблю сказки, то я почему-то увидела Катрину непременно русалкой, и очень благодарна ей за то, что она сказала, да, мне нравится эта идея. И она соглашалась на все мои безумные идеи. Я говорила, мне надо, чтобы Герман был в ластах, Катя будут в ластах. Мне нужно, чтобы вы ели рыбы в кадре. Ну, потому что ты же рыба, и поэтому... И кошерный вампир. Да, сейчас я как раз хочу дать слово Герману, у которого, значит, я ехала рано-рано с утра, и у меня вдруг родилась идея, что он должен быть... Потому что мы выбрали для съёмок потрясающую локацию до Морберга в Юрмале. И я думаю, ну как же рыбак... То есть мы уже знали, что он будет рыбаком, но как рыбак живёт в таких локациях, да? Откуда у рыбака... Откуда у него замок? И вдруг я звоню, да мне помню, в 7 утра, мне кажется, я ехала по Вантовому мосту, говорю, Герман, Герман, у тебя есть 5 минут? Он говорит, ну есть. Я говорю, тогда выходи быстрее. И он выходит сонную сигаретой. Я говорю, ты можешь... Ты не против, если ты будешь вампиром? Ну вот, расскажи дальше, как всё развивалось. Больше всего мне понравилось, что вампир не просто вампир, как это принято, который только людей есть, а именно рыбный вампир. Рыбный вампир, да. Да, так как я гражданин Израиля, то есть это всё очень совместимо. Кошерный вампир. Возможно, не все это поняли, кто смотрел видеокартину. И да, мы во время съёмок меня научили чистить рыбу. Правильно. Я добавил туда чуть-чуть экспрессии, и вся эта... Чешуя. Чешуя, да. Разлеталась. Эротизм, я бы сказал с этим. Да, да, я эту рыбу целовал. Но это же образ, собственно, русалки. Да. То есть это же сон русалки, поэтому вообще не понимаем, это снится русалке, или он видит... Или вампир в этой рыбе видит русалку, и поэтому её целует. Ну, то есть там фантазия у публики, она безгранична. Они могут дорисовывать себе совершенно разные трактовки. Угу. Как вообще... Что было самым сложным вот в этом образе вампира? В тот период я был в таком вампирском состоянии, поэтому у меня было очень гармонично и комфортно. Но мне кажется, физически, может быть, было сложно, что я его заставляла висеть кверх ногами, чтобы у него бледнело лицо, но так как он хороший в физической форме, то ему... У меня пришлось покрасить. Мы его переворачивали, кровь оттекала, он по-настоящему бледнел, и... И, да, и линзы у нас были красные. И у меня у самого зрения, как у всех вампиров, да, у меня на линзы были одеты цветные линзы. Потому что если бы я одел просто красные линзы, я бы ничего не видел. Потому что красные линзы были без оптики. То есть я на оптику одел еще, то есть у меня были двойные линзы. Жертвы ради искусства какие? Вверх ногами повесили, двойные линзы надели. А бедная вот, Катрина, сколько дублей она ела рыбу? Ела рыбу, это было вкусно. До этого мы просто ее не кормили целый день. Вот. Но вот как она на рассвете в дикий холод и ветер, полуголая, в фольге, заплывала в Балтийское море, вот это действительно подвиг. А когда шли съемки? Это не зима. Не зима. Это не зима. Но я могу сказать, что пять утра на Балтийском море в любое время года... Для любой русалки. Это не жарко. И она настолько была гармонична в этот момент и эротична. При этом я понимала, что там не то, что ты продрог до костей, а мне кажется, до мозга. То есть вот мы находились не в воде и не на мокром песке, и уже покрывались корочкой льда, а Катрина возлегала красиво у нас в кадре. А почему в пять утра? Что это такое? Потому что солнышко, рассвет, нужно было поймать кадр. То есть он ее... Ну как? А когда? Он же только ночью может ловить рыбу. Он же вампир. Слушайте, как все выдержано. Он ночью ловил рыбу. И вот восходит солнце. И он на восходе уже должен прятаться от солнца, и тут он находит русалку. Рыбку. Русалку. Потрясающе. Фильм, ну то есть это фильм на песню, значит, который исполняет Ларьен Рос, который исполняет Катерина Купола и Герман в том числе. И можно сказать, вот внукся в том, это вот просто полноценный дуэт. И эта картина, она сейчас, вот я подвожу, все номинировано. Номинировано. Ну, поговори. Ну, в Каннске фестивале. Вот я понимаю, как называется программа этого Каннского фестиваля, где она? Инди Канншот. Фильм фестиваль. То есть это один из самых престижных фестивалей. Короткометражных. Да, короткометражных картин. Ну, не только. Там есть представлены разные номинации. И для нас это большая честь, что мы туда попали. Но, например, для нас большой сюрприз, что мы еще и с Ваней, у которого вчера буквально мы были на концерте, и мы там вместе в одной номинации. Соперники, получается. Ну, я не верю в соперничество. Мне нравится покрывать все любовью. Это счастье, что мы там, и что мы можем смотреть друг на друга в одной странице. в одной странице. Простите, когда Энди Го, Оскар Гоус Ту, и вот там камера выхватывает всех претендентов, и сразу вот видно, кто хороший актер, там может изобразить, что он рано, кто, в общем, явно переживает. Знаешь, я большой фанат Мейдзаки. Знаешь, уже Мейдзаки. Ну, конечно, да, он еще на призраками. И у него вынесенные призраками, да, есть... И мой любимый мультфильм. Я даже не только мультфильм, это я бы сказал, любимый фильм. Да. Прямо. И мой тоже. И там есть главная героиня, конечно же, ты ее помнишь. Помнишь, ей все, да, все все ей предлагали. Все ей отдавали. И главный герой, у которого было много-много золота, он ей все время предлагал это золото, она говорила, спасибо, мне не надо. Потому что она была счастлива. И мне кажется, когда ты струишься и сияешь счастьем, и распространяешь его на свое окружение, собственно, это тоже, опять же, да, о чем вы говорили с Васюковым, и его компания называется Happy People Film, и счастливые люди, да, цикл. Так вот, когда ты сияешь счастьем и делишься им, то нет смысла конкурировать. А как вообще попасть в эту программу? В какую? Ну, Каннскую, Инди, фестиваль, шоп-филл. Заснять и подвозить. Нет, ну, вот так вот, в том-то дело. Отправили. Но помимо этого, мы просто держим в секрете, я хочу, чтобы Герман рассказал про свой дом и про свои новости, которые тоже будут очень скоро. мы последние две недели выступали в Ласкобаре. Это была мини-презентация наших треков. Наших, я имею в виду, это Сироп Клена, артист, певица. А Кран, это артист, диджей, саунд-продюсер, он из Киева. И с ним мы сделали достаточно необычные техно-джазовые электронные треки, которые вы услышите в середине июня. Люди уже требуют, люди просят, спрашивают, когда, где, что. Я уже тоже в этом числе. да, я. Почему не принесли? Показать? Ну да, я думаю, что мы отдельно еще... Ну ты пришел? Нет, конечно, отдельно можем даже встретиться. Я имею в виду, в утреннем эфире. Я очень много не хочу про это рассказывать. Сейчас просто концепт простой. Богемный дом, богемный дом, потому что все написано в тихом центре. Вот это все богемская атмосфера, культурное общество, творческое общество, ведущее образ жизни в условиях нестабильных доходов. И вот вся эта богемская история пришла именно во время ковида и так далее, когда было трудно с выступлениями. Вот. Сейчас все прекрасно и аудитория требует, аудитория прекрасная. А продюсер из Киева, он сейчас, ну он находится вполне в понятном причинам, да, Артисты, саунд. Ну то есть это вот та ситуация, что не было бы счастья, да несчастья, помолву, что ну вот так свела судьба, что он показался здесь. и начали уже работать на Дон. Дон, да, то есть это мы на одной планете могли бы и в Африке увидеться. Я думаю, что да. А какого числа? 10 июня 10 июня в клубе First будем выступать я, Акран и еще один великий саунд-продюсер Роландс Приверт со звукостудии Ау-студия ему низкий поклон. И это будет презентация альбома Богемный дом. Также у Акрана он отдельно про это расскажет. Много много Вот так вот. Слушайте, сколько новостей вообще жизнь кипит. Чувствуется ведь, что как будто бы вот ощущение того, что кажется вот эти два года ковидной жизни как просто какой-то морок, который вот развеялся. Я вижу, насколько все просто с планами, с идеями, с фонтанируют. То есть эти вот два года, когда копили, копили, копили в себе и вот сейчас все это выплескивается на публику и это в принципе здорово, что есть возможность со всем этим познакомиться. Да. Да, ну и что еще вот из каких-то таких, может быть, уже более... новостей новостей? более далеких. чтобы мы все тебе рассказали? но мы можем. Но мы прям тебе сейчас расскажем то, что мы никому не рассказывали. Я прямо... Это то есть эксклюзив? Эксклюзив? Это прям совсем эксклюзив. Ну, просто я хотела бы, чтобы первые лавры получила Катрина, потому что все-таки она послужила таким мощным ядром этому всему и без нее бы ничего не получилось, да, если бы она сказала, давай вот попробуем что-то сделать. И одно. Мы выиграли уже Paris Shot Film Festival. Поздравляю, здорово. Это работа выиграла. И помимо Каннского фестиваля мы номинированы еще Berlin Shot Festival и New York Women Film Festival. Чтобы было понятно, вот сколько какова там конкуренция, с каких стран мира туда попадает, сколько работают. То есть это в принципе... Ну, то есть когда тебя выбирают из десяти там тысяч ты попадаешь в десятку, мне кажется, даже номинация это уже победа. Поэтому я хочу совершить низкий поклон и сказать свои неистовые, высказать восторги нашему оператору и режиссеру монтажа Алексу Лисенко, потому что без него тоже ничего бы не получилось. Он проявил невероятное терпение во время съемок, потому что мы периодически как лебедь, рак и щука, конечно же, три творческих человека, Катрина, я и Герман, у каждого были в процессе, еще идеи и любой проект, и любая съемка это живой организм. И нужно было сохранить эту свободу и дисциплину, что было. И Алекс творил чудо, он слушал все наши креативности, как мы знаем, в безумии, да, вот он слушал все наши... Он говорил, нет, будет по-моему. Нет, вот его уникальность в том, что он так не говорил, он говорил, да, я вас услышал, и он умудрялся всех удовлетворить. То есть попытаться все это воплотить... Симплилировать воплотить. Слушайте, наверное, вот редкий случай такого симбиоза режиссера и оператора, которые... Мне казалось, что у меня какой-то невидимый проводок к его голове идет, а от его головы к моей, потому что мне стоило только подумать, и я видела уже ракурс камеры вот так, как я вот в своей голове представляла. Вообще, для меня это работает, это такая джазовая импровизация, то есть я первый раз в жизни не делала раскадровку, я тебе про это уже рассказывала перед премьерой, которая была в Splendid Palace, и мы встречались и много с тобой говорили об этом. Поэтому сейчас, мне кажется, ну, может быть, поговорить еще о каких-то нюансах, которые тебя интересуют, но других, потому что уже так не хочется повторяться. У меня сразу возникал вопрос, вот насколько нет ли каких-то параллелей, я уж не знаю, почему Эдит Пиаф, потому что сразу у меня возникла другая песня, знаменитая Эдит Пиаф, Норье Дориен, которая звучала вот в фильме «Начало» Кристофера Нолана, который там ее просто взял, потому что вот, ну, она, вот во всю его, она как проходит красный нить. опять же, там все во сне происходит. Как-то ли это связано? Да, связано ли это? Вот почему вот в самом деле Пиаф, сны, какие-то такие вот... Это не связано, но тема снов это самая интересная для меня тема, и не только для меня, а для всего мира, потому что я прочитала по статистике, открылось новых 120 юнгианских университетов, которые занимаются только с нами, поэтому, мне кажется, это вечная тема, чтобы не происходило... Это совершенно неизученная область, точно так же, как телепатия, и мне кажется, это то, к чему... Ну, то, чем действительно интересно заниматься. Ну, сон, это... Есть песня «Летом», это «Маленькая жизнь», ощущение, что сон – это «Маленькая смерть», то есть, ну, вот, как бы каждый раз мы просыпаемся, как будто бы рождаемся заново, у нас начинается эта перезагрузка, вот, ну, как с утра всего, то есть, вот это вот, как это, ну, вот страх, боязнь, вот часто сна, те вот кошмары, которые преследуют человека, может быть, вот о чем они говорят, или там вот эти вот какие-то такие намеки судьбы, или что это в этом можно увидеть? Мне ничего не снится уже, много лет я живу во сне, жизнь прекрасна. О чем говорят кошмары, я же не могу так трактовать, я же еще не настолько погрузилась в эту тему, чтобы тебе рассказать, ну, конечно, мне кажется, понятно, само слово говорит за себя. У нас еще есть тема, которую мы договорились, как сделать отдельной темой разговора, действительно, ну, я имею в виду проекты уже связанные с кино, кино таким полнометражным, а не короткометражным, вот, кстати, почему именно «Цон русалки» называется именно фильмом, а не видеоклип? Картины. Картины, да, картины, а не видеоклип. Потому что это картина, потому что... Чем она отличается от обычного видео? Я очень люблю малых голландцев и вдохновлена ими для этой работы была, и поэтому каждый кадр мы выстраивали как определенные картины творчества малых голландцев. А есть еще ведь и версия концертная этой песни, исполнения этой песни, и она тоже, опять-таки, не без участия появилась, я имею в виду... Концертная. Концертная, да, концертная версия. Ну, есть, да. Концертная версия. Ваша, наверное. Да, да, вот для Виэн... Трека. Да, трека, да, самого. Ну, он же, как любой трек исполняется, конечно, есть разные версии. Не, ну, там видео, я понимаю, что там же тоже практически как видео сделано, то есть... Ну, это просто красиво. Я очень люблю все театрализировать и, как бы, если чего-то касаются мои творческие руки, то... Ну, и концертную версию тоже снимать таким образом, чтобы в этом был какой-то мэджик, магия какая-то. Как волшебная палочка. Волшебную палочку обожаю. Я даже вот Казинику подарила волшебную палочку на день рождения. Как? Это тема другого разговора. Но к вопросу о том, что, да, мы презентовали проект на Екатерины на его 70-летие, куда мы тебя приглашали, да, и там я ему подарила волшебную палочку. Потрясающе. Но пока мне кажется, рядом со мной такая тоже волшебная палочка сидит, потому что все, что мы задумываем, оно так преобразуется, интересно, что вот мне даже... Я перевел волшебный тромбон, может так. Тропет. Или профессор по праздникам, так он удобный. А, кстати, а сложный инструмент он сам по себе, то есть насколько он... Физически, да. Что требует от исполнителя? Любой инструмент, это, наверное, все музыканты говорят, что любой инструмент он по-своему сложный. Физически не рекомендую отправлять детей в музыкальную школу до 13 лет на трубу, на тромбон, потому что там нужно легкие выносливость. нужна, да. Все меня спрашивают по поводу того, что я курю и как мне это... мешает ли мне это играть? И я говорю, что это бартер. То есть я... Бартер в каком смысле? Ну... Ты дышишь? Я дышу и играю. То есть все равно циркулирует. Вот. Для голоса это как Нед Кинькоу, джазовый певец. Он курил менталовые сигареты, чтобы сохранить бархатистость в тембре. Да. Ну или Гинсборг, который вообще-то уже курил, как просто поприкуривая одну сигарету от другой. Сейчас у меня после вчерашнего выступления чуть-чуть осипший голос, но мы это исправили. Ну что, столько всяких интересных действительно планов. Я еще раз напомню нашим слушателям, что у нас будет повод встретиться, может быть, по поводу выставки как раз-таки. А мы можем зрителям включить, наверное, у тебя есть лавиену Роса? Нет. Есть у вас есть. Вот. Нет. Нет у нас вот. Ничего страшного. Вот там волшебных нету палочки, чтобы я вот взмахнул и сказал. Я подаю тебе когда день рождения? 1 сентября, в день знаний. Вот почему вы такой знающий. Спасибо. Я ждал этой фразы. Ну что, спасибо огромное, действительно, что нашли время в своих творческих всех графиках как-то вот посетите нашу скромную обитель и всегда рады, действительно, всегда рады поддержать информационно и привлечь внимание слушателей как раз-таки к таким прекрасным интересным проектам. И я очень рад, что как-то вот несмотря на то, что не хочется говорить о грустном каких-то политическом, но все-таки вот рассеивая, как-то получается, что вот матушка Россия как-то вот рассеивает по всему миру талантливых людей вот как-то очень щедрой рукой, я бы даже сказал, иногда бывает суперщедрая. И мы очень рады, что и в нашу Латвию попадают такие прекрасные, замечательные люди, талантливые, вдохновляющие всех и вся. Екатерина Ланская, Герман Суперфин, сегодня в нашей студии были. Спасибо вам огромное. Спасибо тебе огромное за прекрасный дом, я все время за твоим столом чувствую себя, мне хочется поставить какую-то свою выпечку, я очень люблю и вкусно готовлю, и вот мне все время хочется принести что-то и налить кружечки чая, потому что рядом с тобой есть вот это ощущение дома, и спасибо тебе за него огромное. Сегодня тема дома у нас опять как-то проходит тоже, да. Ну, конечно, и поэтому, возвращаясь как раз к тому, что сегодня будет закрытый показ, и можно посмотреть дом про удивительную семью, да, про которую ты уже рассказывал, на Аляске, и поэтому давайте хранить наши дома, нашу любовь друг к другу и беречь ее. Прекрасное завершение сегодняшней беседы, спасибо им, до новых встреч. Слушайте радио Болт.